Семья – это основа жизни. Для ребенка семья – весь его мир. Для супруга – в надежный тыл, опора и поддержка. Супружеская жизнь Читы Исуповых из поселка Майского стала не только примером долголетия брачного союза, но и образцом для подражания. Сегодня в День семьи мы пришли в гости к уважаемым всеми нами Аслану Халидовичу и Ефатиме Магомедовне Исуповым, которые являются примером для многих из нас, молодых. Лично для меня я тоже считаю себя воспитанным на тех традициях, которые видел с детства, которыми обладают эти люди. Аслан Халидович вообще был для меня наставником, старшим товарищем. Когда я пришел молодым агрономом, он всегда помогал мне советом, помогал мне всегда, как вести себя с людьми, поставил, как бы сказать, мой характер. Тетя Фатима – это как вторая мама. Я всегда приходил к ней в дом. Мы жили в одном доме, по заводскому один пятиэтажном доме. Всегда приходил к ней в дом, как к себе домой. Она всегда встречала меня хлебом с солью, никогда не выпускала, не дав чего-нибудь вкусненького или чего-нибудь такого. Поэтому в этот день я хотел бы обратиться ко всем молодым семьям нашего поселения, района, нашей республики. Брать пример Аслана Халидовича и Фатимы Рамазановны о том, как надо жить вместе, как надо прожить душа в душу свою жизнь. Аслан Халидович и Фатима Магомедов на долгие годы супружества провели вместе, сохраняя семейное счастье и поддерживая друг друга в трудные минуты. 46 лет любви и верности за плечами у супружеской четы. Родился в ауле Блищевсин. Значит, детство все прошло мое там. Значит, отца не стало. Рано ушел он из жизни. И в 14-15 лет я уже окончил курсы трактористов в Кашхабском районе. Тогда шестимесячные курсы были. И, значит, пошел работать с 15 лет трактористом. До армии проработал, ушел в армию, отслужил. И в 71-м году приехал сюда, устроился на парфюмерную фабрику, тогда в то время у нас была. В 71-м году в августе и проработал 12 лет. К тому времени я закончил учебу, как сейчас говорят, в колледже в Байкомском сельскохозяйственном техникум. Значит, механиком отучился. И сюда по решению Порткова был направлен инженером-гидротехником. Проработал тоже 12 лет. Потом, я же был коммунистом, и направили в животноводство. Значит, к тому времени это был завод, и мы вот эти черно-пестрые коровы, даже привезли из Белоруссии, значит, размножали, как завод, короче, у нас был. И проработал там 10 лет. Потом кинули опять, уже как, коммунисты же были, где плохо, туда же кидали всех, и на прорыв. Кинули, значит, бригадиром с винотоварной фермы. Проработал до конца, когда уже кончился все, совхоз уже нечем был, не занимался ни животноводством, ничем. Одна сельскохозяйственная продукция была. Закончили мы это животноводство, вот, перекинули. Заведующий складами был, три года проработал. И, значит, к тому времени приорганизация, и не стало совхоза нашего. В общей сложности я в этом совхозе проработал 35 лет, в этом, в колхозе 10 лет. 45 лет проработал и ушел на пенсию. Раньше времени, потому что ликвидация хозяйства, и нас всех погнали, значит, на пенсию. Спустя столько лет супруги с улыбкой на лице вспоминают свою первую встречу. С этого, с колхоза я переехал сюда на работу. И я же, как говорил уже ранее, устроился на фабрику профимерную. И она тоже работала в этом месте, на фабрике. Вот так и познакомились, нажили детей, жили сначала в бараках. Три года прожили в бараке, потом получили квартиру, трехкомнату. Рады были и дети, и мы прожили в этом, на пятом этаже мы, правда, жили, 15 лет прожили. Ну, выж люди земли, как говорится, попросил, дали вот эту землю. И сами вот построили дом. И сейчас, слава Богу, живем. Ну, я оформила в совхозе. В 71-м году приехала в парфюмерный цех. Там месяцев, наверное, 7 работала. Я на квартире жила, трое детей у меня было. Потом послали его в цех, в картонажный цех, где он работает, бригадиром работал, и резчиком останки. И в одну смену мы с ним послали, и супово смену, и говорит, пойдешь работать. Две смены работали. Ну, туда с ними я познакомилась. Барак, и потом дали комнатку, в бараке жила. И мы жили. Вот в воспитании детей кто вам помогал? Вот вы работали, он работал, дети маленькие были, наверное, да? Дети маленькие были, он большинство за меня работал. Я два месяца ребенку ходила на работу. И он оставался за меня. Мы в одном цехе работали, друг друга подменяли, короче говоря. Или я до 8 часов работаю, из 4, например. Он уходит за меня, дорабатывает до 12, а я с детьми. То есть большая поддержка, да? Очень. Он помогал мне, если бы не он, не знаю я. Хороший человек. Чита вырастила и воспитала пятерых детей. Сейчас радуются внуками. Как говорится, примерили на себе и роль мужа, и жены, папы и мамы, а теперь вот бабушки и дедушки. Растим своих ребят, девчат. У нас 5 лет детей у самих. 8 внуков. Трое правнуков сейчас. И вот. Когда приезжают весело, хорошо. Уехали. Ждем опять их. Вот так вдвоем остались. Сколько не имеют детей, все равно они все разбегаются, остаются одними. За годы совместной жизни Аслану Халидовичу и Фатиму Магомедовны не раз приходилось преодолевать трудности. Но взаимопонимание, любовь, верность, сплоченность семи помогали им достойно выходить из ситуации. Построить дом самый тяжелый. Она работала, я работала. Дети маленькие. И вот целыми днями работаешь, а потом приходишь вечером опять, и опять дома работаешь. И вот это тяжелое в основном. Но все тяжелые, которые были уже позади. Слава Богу, сейчас газ, свет, остальное все есть. Вода все горячая, холодная. Все есть дома, пожалуйста, живи и радуйся. Очень важно, чтобы в семье супруги ценили те качества, которые присущи каждому из них. Конечно, нужно сохранить уважение друг к другу и помогать во всем. А со временем придет и мудрость, которая не позволит браку распасться, рассказывает Аслан Исупов. Какие взаимоотношения у вас с супругой были? Он так всегда хороший. Вот сколько лет живем вместе. Как вы можете его охарактеризовать? Сколько лет мы вместе живем. Слава Богу, понимаем друг друга. И если бы не понимали, друг друга столько лет бы не прожили. Что самое главное в семье? Самое главное взаимопонимание в любом. Уважение, прощение. Вот это чисто человеческие подходы. Выращиваем, значит, помидоров, огурцов. И для продажи, что я вам еще раз говорю, для своих близких. И вот так потихонечку живем. То, что глава семейства мастер на все руки, подтверждает и Фатима Магомедовна. Несмотря на возраст и состояние здоровья, Аслан Халидович не сидит без дела. Огород, теплица – его любимые занятия. А сама хозяйка занимается птицеводством. Без дела сидеть не получается. Ну и давай заниматься чем-то. Года два-три выращивал бройлеры, птицу. Потом, когда уже немножко иссякли силы, хотя по возрасту не так уж возраст большой. Ну просто болезнь одолела немножко. Бросили эту птицу. Сейчас он занимаюсь. Супружеская чета сегодня сама может дать совет, как прожить в любви и согласии столько лет. Чтобы сохранить свое гнездо, семью, терпение. Особенно терпение в наш век, во-первых, трудоустройства негде. Люди уезжают за 3-9 земель, работают. Она и остается здесь, и он уехал. Или там наоборот. И вот здесь надо, чтобы друг другу доверяли одно. Второе. Нельзя отчаиваться никогда. Все равно не сегодня, завтра будет день еще. Новый день принесет новые трудовые успехи. Значит, и в смысле как? Помогать друг другу, услышать друг друга, простить друг друга. И вот и все, наверное, человеческое. А больше что еще? Нас пришло, чтобы жили хорошо. Что такое любовь? Откуда она приходит? И как она способна удержать двух людей вместе на бунных волнах Житейского моря? После общения с этими приятными людьми, понимаешь, что это взаимное уважение, терпение и взаимопонимание. Молодому поколению было бы полезно вслушаться в историю супругов, чтобы понять, какой колоссальный труд нужно вкладывать в поддержание огня в семейном очаге.